У эфира программа новин региона, у студии Алена Мельшанкова, витаю вас, глядитесь у него выпуску. На Могилёшине убирают Городнену, як на гэтым падзарабить у нашим выпуску. На месце злочинства Жихар Костюковичу затрыманы за незаконные послуги. Могилёрых туэцца далекко от летычного марафону. Организаторы мероприемства делятся подрабязностями. Содейничать по величению поставок на рынок у Сходня Казахстанской области, бобруйской продукции у целом и Могилёвской уприватности. Такой домовленности досягнули подчас интернет-сустрежи представники Могилёвской и Усходня Казахстанской областей. Провели ее в Могилёвскем агентстве регионального развития. Нагадаем про такую интернет-сустрежу домовились подчас саммита губернатора у Межах Евразийского тыдня. У тебя перешним семинары примали удел специалисты самых розных галин – будовництва, жилево-коммунальные господарки, туризму, аховы здоровья. А вот в Баке обмерковали макчимость открытия гандлёвых домов и организации выставы-продажу продукции на территории областей. Например, лифтовых обсталеваний Могилёв-Лифтмаш и продукции предприемства Могилёшины, которые перепрацовываются до Вину и Гароднену. Уржай Гароднены на Могилёшине убрали на полову подгеты культуры. Селета, как поведомили у Аблсельгаз-Харчев, в области засеян на маль 900 гектаров. Дарыши, аграры запрашают на сельгаз-работу усіх, кто жадает подзарабить. Оплата на сельгаз-работах по факте выкананной работы. Разлик кожный тыйдень. Записаться у бригаду можно у Могилёвским городским управлений по праце занятостей социальной обороны. Можно навод потелефоновать по номерах у областным центры 76-89-88-40-07-65. Записывают у такие бригады и непосредственно по адресе управления. Могилёв, в улице Космонавта, 17, кабинет номер 3. Присоветры ваметь пашпорт и страховое посвечание. Доставка автобусом управления ранницей у 8.00, назад у 17.00. Дарыши, больше за сотню могилючан, что дня корастаются махчимостью подзарабить на сельгаз-работах. Зараз наемные работники из областного центра працуют и в Шкловском, Белынском и Могилёвском районах. Людмила Шутова, Качаны Пекинки, выбирает досканала. Вельми важный товарный выгляд. Плотная, до двух килограммов без сапсованного листья. Да и текава, ранее Пекинку бачила только на полицах крамы. И хотя Людмила на поле первый день, а ли уже удячная, что подказали про такие работы. Добрая организация, есть подвоз на поле, перапынок на обед, одним словом, працовать можно. Если ты стал на учет, там, допустим, и позвонить могут. Если срочно надо будет куда-то бригаду набрать в бирже. То есть на их помощь можно рассчитывать? Можно. Если есть желание, то, конечно. Жадание есть у многих. Только на этом поле приватного предприемства працовать будут 25 человек. Посели 30 гектар. Мы рассчитываем получить готовую продукцию тысячу тонн. Главное показать, чтобы она была внутри чистая, неповрежденная, незаселенная насекомыми. Красивый внешний вид должен быть. В отпуске пока отдыхаю. Ну, решила подработать. А сколько обещают вам заработок какой? Ну, еще не интересовалась. Первый день пока еще не время интересоваться. То есть сначала себя показать, да, потом? Ну да, наверное, так. Мы запытались. Зарабить за смену працоны может 20 рублей. При этом убрать треба 2 тонны пекинской капусты. Громадские работы организованы зараз и на уборце инших сельгазкультур. Цибули, бураков, морквы. Записать суток и працонный десант можно у городским управлений по праце, занятости и социальной обороне. Олеся Рыбалка, Виталий Алексеенко. Новины региона. На месте злочинства супрацонники финансовой милиции суместно с милиционерами управления по борьбе с экономичными злочинствами затремали жахара города Костюковича. Мужчину обвинувателю у незаконном обмене валют. По словах правоохорникам, свои послуги ее наказывал не только простым громадянам, а и простойникам коммерциных структур, индивидуальным предпринимальникам. Затремали мужчину при спробе поменять 80 тысяч российских рублев на белорусские. Помимо предмета административного правонарушения 80 тысяч рублей Российской Федерации, у правонарушителей изъято денежный средств на общую сумму более 9 тысяч белорусских рублей. В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по указу 49. За совершение административного правонарушения, связанное с незаконной скупкой продажи и обменом иностранной валюты, правонарушителю грозит административная ответственность в виде штрафа от 50 до 150 базовых величин с конфискацией денежных средств. По традиции, звернуться с пытаниями до представников улады жахары в области смогут в субботу, 23 вересня. В Могилею, Бобруйску и во всех райвыконкамах Могилешины так само пройдут промы и телефонные линии. С 9 до 12 годин у Могилевским Аблвыконками промы и телефонную линию проведет керауник с правами Рыгор Воронин. Коли у вас есть пытания по контролю за выконанием документов, типа работе со зворотами грамадян и юридичных особ, телефонуйте. Номер у Могилеве 50 18 69. У Могилевским Гарвыконками ваше телефонование будет примать наместник старшини Сергей Дядович. А у Бобруйску в той же час промы и телефонную линию проведет Александр Маркачоу. Наместник старшини Бобруйскага Гарвыконкама. Его номер телефона 76 21 41. Шостая посяджение Молодежного Совета Федерации профсоюза у Беларуси проходит в этой дни у Горках. Активисты профсоюзного руху обмениваются опытом, как наибольша эффективно вырешать проблемы молодым, забеспечивать их социально-экономичные и працовные правы. Активисты Молодежного Совета Федерации профсоюза у Беларуси съехались из всей краины. Их принимает Беларусская Державная Сельгаз Академия. Халунаем это застреча, як мага большую колькась молодых специалистов и работников долучить до профсоюзного життя, каб эффективно представлять их интересы. Перший пункт у программе – наведывание городского элеватора. Вылежку, где проходит биохимический процесс, идет разрывание зерна и затем вырабатывают муку. Знаете, это, наверное, флагман Беларусского профсоюза агропромышленного комплекса, потому что здесь очень сильный коллективный договор, очень сплоченный коллектив и самое главное, наверное, это понимающее руководство. Гедызъезд в шосты по лику и попередние доказали свою необходность. Конечно же, вот эти все заседания, они проходят небеследно. Молодые люди приезжают на свои предприятия, в свои учебные заведения и пытаются внедрять вот эти блага именно для молодежи. Мы накапливаем опыт, ездим по совершенно разным предприятиям и вот удается посмотреть и перенять опыт даже в соседствующих отраслях. У приватности представники молодежного совета имкнутся, как у коллективных договорах у всех предприемствов был особный раздел под назвой «Молодь» и в участь профсоюзных лидеров эффективной реализации его положения. Даречи, молодые профсоюзные активисты обмениваются в опытом и со своими замежными коллегами. Так, делегация Беларуси у Кастричнику приме удел у Сусветным фестивалем молодежи и студентов у Сочи. Дарись. Экспонаты часов Кастричницкой революции. Экспозиция 1917 год. Погляд простагодзе ладится областным краезнавчим музеем. Я ее примирковали до юбилея Кастричницкой революции. Оригинальные документы, периодичные выдания, мемориальные речи у дельников Кастричницкой революции, грамадянской войны. У фонд областного краезнавчого музея яны трапляли у розные часы из разных крыниц. Одны передал Московский музей революции, иншие – коллекционеры и удельники тэхпадей. Многие документы показаны публице у Першинюни, которые и у Вогули, у свой час были заборонены до демонстрации. Нашла копию документа, донесение высший военный совет о разложении Могилевского революционного полка. На обороте этого документа карандашом было написано «В экспозицию, наверное, не пойдет». То есть в предыдущую экспозицию, которую создавали и продумывали концепцию еще в конце советского периода, такой документ никак бы не вошел. Некоторые речи належат минавито нашим землякам – революционной малюнки Марка Житницкого, тельняшка матроса Ауроруца Василя Дударова – удельника штурму зимового палаца, галифе – удельника грамадянской войны Максима Ландарского. Есть на выставе и особливый экземпляр, так бы мовить, экспонат про Казанья. Вот этот плакат был надрукован в 20-х годах. И уже тогда революционеры быцем ведали, про их будут память и про Стагодзе. Организаторы пропоновали поглядеть на подеи этих часов и их выники под разными вуглами. З одного боку, про злозунги на выставе демонструют идеалы и досягнение социалистической эпохи. Им у противогу цитаты червоным по белому, небы кривёй про тое, якая цена боротьбы за идеи. А кроме революционной тематики, на выставе представлены экспонаты военного и посля военного часу. Это уникальное пионерское знамя 30-х годов 20-го века, которое принадлежало воспитанникам пустынского детского дома. И это знамя воспитанники спасли во время Великой Отечественной войны. А потом, когда воины-освободители пришли в Мстиславский район, они с этим знаменем вышли и встретили освободителей. Особный блок присвечен лётчикам-полярникам, что вырытывали удельнику экспедиции парохода «Чалюскін» с дрейфуючей Ильдіны. Менавиты гэтым сямі лётчикам першым присвоили звание Герою Советского Союза. Организаторы мяркують, дорослые змогуть узгадать свое дятінство, а молодь познайомиться с идеалами и досягненнями тых часов. Выстава ладзится до 12-го листопада. Алена Соловьёва, Александр Тарасов, Новины Рыхиона. День без автомобилю отзначить у Могилёве 20-го веросня. Отзначить у Тымлику и велопробегом. По словах организаторов колонн-удельников, стартует у 19.00 от музея Масленникова и будет рухаться по улице Першамайской до площади Славы. А потом у дельники перамесяцов парк аттракционов. Минавита там на аутостоянцы пройдя профилактичная акция под назвой «Позначьте себе» супрацовники ДАИ нагадают веломаторам, як застерахши себе на дорогах у тёмный час суток. Организаторы кажуть, что больше за полсотню велосипедистов официйно подтвердили свой дел. Да раньше звернем вашу увагу на то, что в связи с велопробегом плануется обмежевать рух транспортных стротков с 19.00 до 19.30 по правой полове в улице Першамайская. Это за крайне участок от проспекту Мира до площади Славы. И Ашамагилёву рыхтуется до легкоатлетичного марафону. И он пройдя у первую неделю Кастрычника. А за 10 дён до паде организаторы собрали журналистов на пресс-конференцию, где рассказали про особливости марафону. Магилёву примал марафон 30 год тому. Это была одна с дисциплин чемпионату Советского Союза по лёгкой атлетации. Всё лето гэтый популярный вид знову вертается на улице областного центру. Першаха Кастрычника у 10 годин ранницы аматеры здорового ладу життя возьмут старт сплошь и славы. А кроме самого марафона организаторы пропонуют и больш короткие дистанции у 10 и 4 километры. За перемогу вызначены призовые. Самые великие – 2000 рублёв, за первое место у марафона. На текущий момент нет ни одной такой области в Республике Беларусь, которая бы у нас не принимала участия. Там, начиная от Бреста, заканчивая Витебска, мы с той стороны тоже от Гомеря и в ту сторону, что говорится. Поступили также от иностранцев заявки. На текущий момент у нас есть заявки из Российской Федерации, также граждане Италии, Израиля и Польши. Как пробег, чем марафон, необходимо пройти регистрацию. Я на заразе идти в интернете. Когда наде организаторы усправдятся, в мероприемстве возьмут удел некольки тысяч человек. Забеги пройдут по центральных улицах Могилёва, в связи с чем обмяжут рух, а на пылный час навод спынять. Андрей Шуляк, Витальй Алексеенко, Новины региона. Паудельничать у квеста и почастоваться с травами разных народов света. Так у Могилёвского университета Харшавания отзначили Международный День Миру. Свято наведали и наши корреспонденты. День Миру отзначается во всем свете. И Могилёвский университет Харшавания не смог покинуть без уваги ГТ свято. Квест, акции, святочный концерт, але самый цікавый и смачный пункт масштабной святочной программы – кулинарный конкурс. Студенты подрихтовали традиционные стравы разных краин. Наприклад, пакистанскую халву, индийская кичара и, зразумела, белорусские драники. Да, конечно, вкусная. Сильно отличается от нашей. Немного, приправами, специями разными. Активисты Белорусского Республиканского Союза молоди так само не застались у Баку от святкования. И они подрихтовали квест, принятие делу, яким пропоновали студентам. Кожная команда повинна была пройти по пыльным маршруте и показать, что добра ведая свой университет. Удельникам треба было першими знайсти аудиторию, у яких схованы загадки. Особливость гульни и айе межнациональность. Квест мы придумали для того, чтобы дружба народов все-таки держалась, крепкая дружба. Мне очень понравилось то, что студенты, участвуют студенты наши, иностранные студенты. Ведь навсегда побеждает дружба, согласие между народом, между студентами, между молодежью. В университете Харчеване навучаются студенты не только из Беларуси. Тут шмат представников Азербайджана, Бангладеша, Туркменистана и других стран. Татьяна Соловьева, Александр Тарасов. Новина региона. Самая интересная новина Могилюшина вы можете увидеть и на нашем сайте ТВР Могилёв, Кропкабай. А я на этом с вами развитываюся. До састріч.